Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вновь приветствовать вас на площадке региональной службы коммуникации Северо-Казахстанской области. Сегодняшний брифинг посвящен итогам полугодия деятельности Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и итоги аттестации госслужащих. Сегодня у нас в гостях руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области. Председатель Совета по этике Турсунбайг Галым Султанович. Галым Султанович, вам слово, пожалуйста. Галым Султанович, журналист Архава Мат. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Глава государства в своем последнем послании народу дал высокую оценку практической реализации плана нации, 100 конкретных шагов. И наша республика успешно преодолевает первоначальный этап глобальной трансформации. Теперь наша модернизация требует принципиально нового качества в целом государственного управления. Поэтому формирование эффективного и профессионального государственного аппарата – это важная задача на новом этапе государственного строительства. Созданная на принципах миротократии новая карьерная модель государственной службы достаточно эффективно реализуется и в нашем регионе. Как вам известно, качественная реализация реформы, обозначенная главой государства, является приоритетным направлением деятельности как агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, так и его территориальных подразделений. И разрешите проинформировать вас об основных итогах деятельности нашего департамента за первое полугодие. По состоянию на 1 июля текущего года на территории Северо-Казахстанской области функционирует 543 государственных органов. Это 417 местных и 126 территориальных государственных органов. Штатная численность составляет 4974 единицы, фактическая 4550 и, соответственно, количество вакантных должностей у нас 424. Женщин на государственной службе у нас 2914, что составляет 64% от фактической численности. Надо отметить, что это один из самых высоких показателей в целом по нашей республике. Наибольшую долю государственных служащих составляют госслужащие в возрасте от 30 до 39 лет. Это практически одна треть государственных служб, 85,3% государственных служб имеют высшее образование. Средний возраст государственных служб 39 лет. За последние 5 лет значительное омоложение государственных служб произошло. Если 5 лет назад было 42 с чем-то, то сейчас 39 лет. Средний стаж государственной службы 10 лет. За первый квартал с заявлением на прохождение тестирования для поступления на государственную службу обратилось 1248 граждан. Из них пороговые значения преодолели 642 человека или 51,4%. Это тоже довольно высокий результат. Я с коллегами из других областей разговаривал. Во многих областях до 40% еле дотягивают. У нас более 50%. Оценку личных качеств прошли 625 человек. За первые полугодия 2017 года во всех государственных органах области было произведено 582 назначения, в том числе территориальные 328 и местные 254. Назначено на политические государственные должности, политических госслужащих 2 человека. Это Аким области и заместители Аким области. Административные государственные должности корпуса А – 3 человека. И остальные – это государственные служащие корпуса Б. Общая сменяемость в госслужащих составила 371 человек, что составляет 7,4 от штатной численности. Чистая сменяемость, то есть когда люди полностью уходили с государственной службы, составляет 2,9%. Показатель на 4 человека ниже показателя прошлого года. В прошлом году 150 было, сейчас 146. Нашим департаментом постоянно ведется мониторинг чистой сменяемости. Мы проводим выходное интервью. Человек, если из госслужбы ушел, мы буквально звоним ему и выясняем причины его увольнения. Но фактов принуждения, по крайней мере, на сегодняшний день никто об этом нам не сказал. Был один факт, когда государственные служащие указали на плохую морально-психологическую обстановку в коллективе. После этого нами было принято решение. В этом управлении действительно была высокая сменяемость. Люди уходили, поэтому мы решили заслушать руководителя управления сельского хозяйства. Может, кто из вас был на заседании Совета по этике, помните. Мы заслушали и рекомендовали ему обратить внимание на морально-психологическую обстановку в своем коллективе. Конкурсные процедуры завершены за первые полугодия на 713 вакансных административных должностей, в том числе внутренних конкурсов на 311 вакансий. Приняло участие 194 человека и 135 из них было назначено на должности. Общих конкурсов проведено на 402 вакансии. Количество участников у нас 516. В целом на низовые должности 316 конкурсов объявлено. Всего в целом во внутренних и общих конкурсах приняло участие 710 человек. Конкурс на одно место составил 1 человек. Ну, вроде это мало, но с другой стороны у нас идет определенный рост по сравнению даже с прошлым годом. В прошлом году 0,8, если я не ошибаюсь. Было в этом году уже 1 человек. Будем надеяться, что больше людей будут участвовать. По итогам проведения конкурсов назначено на вакантной должности 373 победителя. Все собеседования в государственных органах проводились с участием наблюдателей либо экспертов. Это мы держим на постоянном контроле. Что касается обучения. В 2017 году запланировано обучить 1300 государственных служащих, в том числе семинарами по повышению квалификации 930 и курсами переподготовки 370 человек. По состоянию на 1 июля уже обучено 796 человек или 61% от запланированного. В связи с отсутствием бюджетных средств, тут некоторыми территориальными органами обучение в первом полугодии не проводилось. Мы также этот вопрос держим на контроле. Будем стараться, чтобы полностью планы по обучению были выполнены во всех государственных органах. Стажировки подлежали 166 государственных служащих. На сегодняшний день уже прошли 207 человек. То есть мы здесь перевыполняем поставленную планку. В соответствии с 15 шагом плана нации 100 конкретных шагов, с 1 февраля по 1 июля текущего года проводилась комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б». Аттестация состояла из нескольких этапов. То есть люди сдавали тестирование, шли на собеседование. На этапе собеседования приняло участие 3418 государственных служащих. Из них 194 человека рекомендованы к повышению должности. 3208 соответствуют занимаемым должностям, 15 рекомендованы к понижению и 1 человек рекомендован к увольнению. Вот на экране вам, наверное, видно по исполнению этих рекомендаций. То есть из 194 человек 36 человек уже были повышены в должностях. До конца года у нас еще время есть. Будем стараться, чтобы процент исполнения был выше. По понижению из 15 человек 4 человека уже понижены, 5 человек после принятия этого решения уволились. И по остальным пока нет ниже стоящих вакансий, куда они бы соответствовали по квалификационным требованиям. Один человек подлежал увольнению по рекомендации, он уволен. Жалоб на решение аттестационных комиссий не поступало. В отличие от других регионов, где определенные жалобы, проверки все-таки были. В нашей области такого не было. По направлению работы Совета по этике проводилась следующая работа. Проведено 7 заседаний Совета по этике. Рассмотрено 56 вопросов. В том числе профилактического характера рассмотрено 33 вопроса или 60%. И по результатам было выработано 129 различных рекомендаций. По дисциплинарным делам 23 дисциплинарных дела было рассмотрено в первом полугодии. Рекомендовано наложить взыскание за проступки, дискредитирующие государственную службу на 13 человек. И 6 за нарушение служебной этики. 4 дисциплинарных дела было прекращено за отсутствие состава правонарушения. На гослужащих за дискредитирующие проступки наложено 11 предупреждений о неполном служебном соответствии, одно понижение в должности и одно увольнение. Практически все рекомендации были исполнены, за исключением одной рекомендации. В отношении Ельмикпэ, это Аким-Тарангульского сельского округа и сельского района, не исполнено в связи с тем, что она подала в суд. Первую инстанцию ей отказали. Она подала апелляцию, но сейчас в суде решается вопрос. По вопросам деятельности Совета в средствах массовой информации было опубликовано 312 материалов. Было осуществлено 50 приемов граждан, на которые обратилось 89 человек. В том числе проведено 7 выездных приемов граждан. С начала года поступило 92 обращения, из них 85 жалоб, по которым было проведено 46 проверок. Восстановлены права 20 граждан, это составляет 51% от обратившихся именно за защитой своих прав. В целом по полугодию в сфере контроля государственной службы проведено 57 проверок, из которых 8 выборочных, 3 по иным основаниям, остальные, как я уже отмечал, по заявлениям. По итогам было выявлено более 160 нарушений законодательства о государственной службе, внесено 24 представления, из которых на сегодняшний день 20 исполнено, по 4 имеются сроки. Дисциплинарной ответственности привлечено 24 человека. Также с начала года было составлено 10 административных протоколов, 8 человек, из них 7 государственных служащих и одно физическое лицо, привлечено к ответственности в виде административных штрафов. В качестве примера можно сказать, по Казалжарскому району заместитель Акима, руководители структурных подразделений и специалисты аппарата Акима Казалжарского района, они были в составе конкурсной комиссии и умудрились принять на государственную службу человека, который не соответствовал квалификационным требованиям. В результате анализа этого нарушения было выявлено, проведена проверка, и на всех виновных лиц наложено административный штраф в размере 30 МРП. Также руководитель отдела внутренней политики Тимириевского района Наурозбаева была привлечена к административной ответственности в виде штрафа 60 МРП за незаконное увольнение своего сотрудника. Сотрудник был восстановлен в должности, а руководитель привлечена к административной ответственности. Главный специалист территориальной инспекции в АПК района имени Габита Мустрепова, Фигаль, привлечена к административной ответственности в виде штрафа за нарушение сроков выдачи разрешительных документов в размере 50 МРП. Также у нас был рассмотрен такой момент, когда человек пытался дать взятку в размере 1 тысячи тенге, за что был привлечен к административной штрафу в размере 200 МРП. Это гражданин Акмагамбетов. 200 МРП это 453 тысячи 800 тенге. Такой штраф на него наложен. За отчетный период на административных государственных служащих в целом было наложено 597 изысканий. Из них за дискретующие проступки 17 человек было привлечено, 24 за нарушение этического кодекса и 556 за иные нарушения. По инициативе Департамента 43 государственных служащих, по рекомендациям Совета 18. По государственным услугам в первом полугодии 2017 года всего было оказано 2 миллиона 268 тысяч 243 государственные услуги. Это больше аналогичного периода 2016 года на 24,2%. Как мы видим, вообще спрос на государственные услуги в целом у населения растет. В том числе в бумажном виде было оказано 244 тысячи 114 госуслуг. Это составляет 10,8%. Это меньше показателя прошлого года, аналогичного периода на 2,6%. То есть люди все-таки больше начали обращаться через госкорпорацию, больше стараются получать электронных услуг. Но в то же время в электронном виде 343 тысячи 952 услуги оказано. Всего лишь это 15%. И мы должны стремиться к тому, чтобы население все-таки получало услуги в электронном формате. То есть это исключает вообще контакт между гражданином, получателем госуслуг и услугодателем. То есть снижается коррупционный риск. Но здесь надо иметь в виду, что в целом практически 70% услуг было оказано в сфере здравоохранения. Такие госуслуги, как прикрепление к медицинской организации, запись на прием к врачу, вызов врача на дом. Чтобы получать эту услугу, необходимо было иметь электронный ключ. То есть здесь были определенные трудности. Поэтому зачастую просто звонили, либо приходили в поликлинику. С 1 июля внесено изменение, и эту услугу можно получать без электронного ключа, то есть просто по ИИНу. Сейчас мы будем с управлением здравоохранения в этом направлении активно работать, чтобы население все-таки получало услуги в электронном виде. В целом 25 проверок по госуслугам было проведено, было выявлено 121 нарушение, и по этим нарушениям 14 человек получили дисциплинарное взыскание. По качеству оказания госуслуг поступило 25 обращений, проведены проверки. По шести обращениям доводы подтвердились, и в пяти случаях заявителям были восстановлены права. На постоянной основе у нас проводится мониторинг интернет-ресурсов государственных органов касательно размещения стандартов и регламентов государственных услуг. Если это размещение не было, мы направляем соответствующие рекомендации. Так, направлена рекомендация 8 областным местным исполнительным органам в Акимате 13 районов и города Петропавловска на соответствие стандартам и другим профильным нормативным правовым актам. В аппарат Акима области направлены рекомендации по внесению изменений в регламенты 4 госуслуг. В настоящее время уже под 3 внесены изменения, и уже они утверждены в новой редакции. В агентство по делам государственных служб и противодействия коррупции направлено 13 предложений по приведению в соответствие стандартов и регламентов государственных услуг. В Министерство здравоохранения нам направлено предложение по реинжинирингу государственных услуг, выдача справки с психоневрологической организацией и выдача справки с наркологической организацией. Это связано с работой спецсона. Мы убедили, что довольно много жалоб именно по этим услугам. То есть людям приходится платить достаточно большие деньги, по-моему, порядка 3,5 тысяч, что ли, такую сумму необходимо оплачивать, очередь. Потом у нас имелись такие факты, когда врачи на месте не оказывались, то есть с работы раньше уходили, положенного и так далее, то что были в итоге привлечены к дисциплинарной ответственности. Но мы выяснили, что существуют базы вообще. И в психоневрологической, и в наркологической организации существуют базы, и эти базы можно интегрировать. Вот буквально я вчера в интернете прочитал, что базы вот этих организаций, они интегрированы, в настоящий момент уже интегрированы с базой управления комитета по правовой статистике. То есть уже у следователей нет необходимости там идти, запрашивать и так далее, они по этим базам могут проверять. Точно такое же можно сделать, в принципе, и в спецстонах. Мы надеемся, что навстречу по этим услугам пойдут для облегчения получения услуг. Выработано 14 предложений и направлено в агентство сокращение сроков оказания госуслуг в сфере сельского хозяйства, миграции, занятости, архитектуры и образования. Также направлено 8 предложений для включения в реестр государственных услуг тех функций госорганов, которые не являются сейчас госуслугами, но они подпадают под признаки государственных услуг. Что касается электронных услуг, у нас организовано 85 семинаров в рамках акции ЕГОВ «Моментальные услуги для жителей области» по разъяснению порядка получения электронных услуг. В рамках этих семинаров обучено 176 специалистов аппаратов сельских округов, а также порядка тысячи человек, жителей сельских округов, нам удалось обучить. Проведено 11 приемов граждан в госкорпорации. Разработаны и распространены в количестве 28 тысяч экземпляров в районных центрах сельских округах информационные брошюры по правам граждан на получение государственных услуг и порядке обжалования их оказания. А также посредством капитанции за коммунальные услуги распространены листовки по популяризации электронных услуг в количестве 60 тысяч штук. Но совместно с общественными организациями, такими как Гражданский альянс Казахстана, первый антикоррупционный медиа-центр, проводится общественный контроль по выявлению административных барьеров при оказании госслуг методом тайный покупатель. Общественным контролем было охвачено 23 организации. Действительно, тайный покупатель позволяет выявлять такие моменты, когда людям некачественно оказываются госслуги, либо некомпетентные ответы и так далее. Приходит человек, он буквально записывает, как эта услуга оказывалась. После этого мы вот эти все моменты уже направляем госорганы для улучшения их работы. По госслугам также был проведен конкурс на проведение общественного мониторинга в 2017 году на сумму порядка 2 миллионов. И социологические исследования будут проведены по 25 социально значимым госуслугам с опросом более 2 тысяч услугополучателей. И завершит это все в сентябре месяце. Мы надеемся, что Управление внутренней политики совместно с нами представит широкой общественности результаты этого социологического исследования. Также ключевым направлением деятельности нашего департамента в рамках реализации антикоррупционной стратегии Казахстана на 2015-2025 годы является профилактика и превенция коррупции, формирование уровня антикоррупционной культуры в обществе. За отчетный период по линии формирования антикоррупционной культуры проведено 1377 мероприятий, в том числе 387 образовательного и научно-практического направления, 157 информационно-разъяснительного характера и 831 культурно-массовых мероприятий. Например, в рамках празднования Дня государственного служащего для улучшения имиджа государственной службы в средствах массовой информации были открыты соответствующие рубрики интервью с госслужащими, с ветеранами государственной службы, проведен областной конкурс «Лучшие молодые государственные служащие», областная «Спартакяда» среди государственных служащих, в которой принял участие в Акиме области, торжественное собрание и акция «Добрых дел. Прямые линии по вопросам государственной службы». В целом, в целях формирования антикоррупционной культуры в школьной среде в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания в 432 школах области открыты добровольные клубы «Адал-Урпах», членами которых стали порядка 70 тысяч школьников. И вот самими школьниками уже организовано более 3 тысяч мероприятий. Вот по «Адал-Урпах» по нашей инициативе сейчас активная работа проводится также в летних лагерях отдыха. Мы выезжаем в лагеря вместе со школьниками, даже в дни их отдыха проводим различные мероприятия антикоррупционной направленности. В двух вузах области у нас преподается дисциплина основок антикоррупционной культуры. Также подписана антикоррупционная хартия высших и среднеспециальных учебных заведений Северо-Казахстанской области, подписали СКГУ, военный институт, а также 24 колледжа. В рамках проведения акции «От двери к двери» департаментом совместно с местными исполнительными органами, квази-государственными секторами и бизнес-структурами распространено более 300 тысяч квитанций вместе с листовками, установлено порядка 66 тысяч плакатов. Кроме того, почти 138 тысяч листовок выпущено в областных и районных газетах. На официальных интернет-ресурсах департамента, местных исполнительных органов, акиматов районов и города в социальных сетях постоянно ведется публикация этих листовок. Областной и районными мобильными группами под слоганом в будущее без взяток вместе проведено 83 информационно-разъяснительных мероприятий в 145 трудовых коллективах и охват сейчас составляет более 7 тысяч человек. В рамках реализации проекта «Гражданский контроль» департаментом совместно с объединением юридических лиц «Гражданский альянс Североказахстанской области», «Молодежный маслехат Североказахстанской области» с июня текущего года проведены общественные исследования, также методом «Тайный покупатель». Действуют общественные приемные, в которые можно обращаться посредством скайп-номера, ватсап, социальных сетей, электронной почты. Так уже в областную приемную гражданской контроля обратилось 16 человек, в районные 12 человек. Это вот на 1 июля. И буквально вчера по проекту «Гражданский контроль» был осуществлен прием граждан на одном из рынков областного центра и практически буквально за пару часов порядка 30 человек обратились по самым различным вопросам. И мы вот в этом направлении работу будем продолжать. В рамках проекта проводятся семинары совещания, акции «Круглые столы» с работниками судебной системы, а также органами Министерства внутренних дел. Совместно с первым антикоррупционным медиа-центром по Северо-Казахстанской области организована широкая работа по сокращению коррупционных проявлений на дорогах. Составлена карта, состоящая из перечня участков, на которых часто совершаются нарушения правил дорожного движения. Размещена она в группах социальных сетей города. Разработана инструкция по порядку взаимоотношений сотрудников дорожной полиции и транспортного контроля. Данная инструкция была распространена среди участников дорожного движения. Организован общественный аудит по определению состояния технических средств фиксации в инспекции транспортного контроля и ДВД Северо-Казахстанской области спецсони. Произведен осмотр стационарных технических средств по автоматизированной фиксации правонарушения, а также процессингового центра ДВД СКО. Совместно с общественным объединением первого антикоррупционного медиа-центра при областном спецсони организована работа приемной общественного омбудсмена, в которую за отчетный период уже поступило 22 обращения. Вот даже мы первый день открывались и уже в первый день человек с письменным обращением обратился, проверка была проведена. В рамках наглядно визуально информированного населения департаментом организован показ антикоррупционных видеороликов на местных телеканалах, кинотеатрах, центрах отслуживания населения, государственных учреждениях, на уличных LED-экранах, а также в 30 городских автобусах областного центра. Аудиоролики у нас транслируются в 30 общественных местах по городу Петропавловск, а также в автобусах городского маршрута. Опубликованы видеоролики на официальных интернет-ресурсах государственных органов области. Размещено 47 баннеров антикоррупционной направленности, в том числе 37 на билбортах и 10 на пилонах. Проводится также активная работа у нас по международному сотрудничеству. Я принимал участие в научно-практической конференции, проведенной в Российской Федерации в городе Омс, где выступил с закладом. Планируется у нас совместно с управлением молодежной политики проведение форума молодежи с участием представителей Российской Федерации, в том числе государственных служащих, общественников, молодежных лидеров. Тоже там будут вопросы именно антикоррупционной тематики звучать. Эффективным инструментом по профилактике коррупции также является разъяснительная работа средств массовой информации и социальных сетях. Всего в республиканских и региональных СМИ размещено 919 материалов, в том числе на телевидении 208, радио 74 и печатных изданиях 574 статей. Также вот с марта текущего года в рамках определения обратной связи по формированию антикоррупционной культуры в области проведен опрос среди 205 респондентов по определению эффективности принимаемых мер по формированию антикоррупционной культуры в обществе. Это было для нас очень интересно, то есть население как воспринимает нашу работу. В ходе анализа результатов опроса установлено, что по мнению большинства респондентов уровень коррупции в регионе является низким. Так ответило 62% опрошенных. 16% считают уровень средним, при этом лишь 12% человек, участвовавших в опросе, выбрали вариант ответа высокий. То есть высокий уровень коррупции. Кроме того, по итогам проведенного исследования, 77% респондентов сошлись во мнении, что коррупция недопустима в любых ее проявлениях. 10% считают, что она допустима в небольших масштабах. Ну, вместе с тем о готовности нести личный вклад в противодействие коррупции, вариант ответа да, безусловно, был выбран 79% респондентов. То есть 162 человека из 205 ответили, что они согласны бороться с коррупцией. Иные варианты ответа. Скорее да, если это не вредит моим интересам, или скорее нет. Один человек не решит глобальную проблему, выбрало, соответственно, 11,10% опрошенных соответственно. По результатам соцопроса мы видим, что есть позитивная динамика в вопросах формирования антикоррупционной культуры в обществе. Также нашим департаментом проводятся анализы коррупционных рисков. Проведено 6 внешних анализов коррупционных рисков в 42 государственных органах. Внесено 79 рекомендаций. На сегодняшний день исполнение составляет 92%, то есть 73 рекомендации из 79 уже исполнены. 6 рекомендаций находятся на исполнении. Также государственными органами самостоятельно проведено 16 внутренних анализов коррупционных рисков. Проведена работа и по разработке субъектами противодействия коррупции антикоррупционных стандартов. На сегодняшний день 1103 стандарта уже разработано. Также нашим департаментом проводится мониторинг государственных закупок на предмет завышения цен на товары, работы и услуги, закупаемые государственными органами и субъектами квази-государственного сектора. И по результатам нашей работы, мы практически вот работу эту начали во втором квартале, можно сказать, в первом квартале этой работы не было. уже сэкономлено 17 миллионов 139 тысяч 880 тенге государственных денег. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Благодарю вас за активное участие и вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Всего вам доброго и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok